Это утро для первоклашек села Юровка, они 1 сентября пойдут в 18-ю казачью школу, началось необычно. Более 30 мальчишек и девчонок пришли в храм новомучеников и исповедников в церкви русской. Эта казачья традиция зародилась еще в дореволюционной России. Молебен, который называется «На начало учебного года» – это отправная точка доброго дела, каким, несомненно, является учеба. Мы молимся Господу Богу нашему, еже, в презрении милости на натропов всех, и не спаслайте в сердца Богу, мы его устаем по премудрости. Казак без веры не казак. В первую очередь, это наша вера православная. Запомните это все раз и навсегда. Здесь же в храме первоклассники приняли свою первую присягу. Они еще не казачата, но ответственность, которая на них ложится после данного слова – это начало большого и доброго пути во взрослую жизнь. Строго выполнять требования преподавателей. Климошка! Соблюдать обычаи и традиции кубанских казаков. Климошка! Это возрождение казачества, это не первый год. Сегодня 37 человек приняло. Посвятили мы казачата. Эти дети еще не понимают толком, что родители им рассказывают это. Но мы, есть наставники у нас в школе, будем их учить, будем рассказывать. Это наше будущее. После посвящения наставники педагогии атамана отправились в казачью школу. Здесь прошел очередной педагогический семинар. Его возглавил атаман районного казачьего общества, вице-мэр Анапы Валерий Плотников. Обсуждались вопросы казачьего образования, организации досуга и модернизации системы школьного самоуправления. Как мы воспитаем наших детей, так мы будем встречать старость. Я это неоднократно говорил и буду говорить. Это немножко жестко звучит, но это наш пенсионный фонд получил еще. И мы сегодня должны все силы приложить и средства, чтобы наши дети помнили нашу историю, жили нашими традициями и обычаями, почитали старших и любили свою родину. Такие семинары – это отличная возможность обменяться опытом. Молодые педагоги казачьих классов узнают много нового от бывалых наставников. Очень важна взаимосвязь в воспитании подрастающего поколения, в воспитании казачат. Да, учителя, женщины – это замечательно, матери казачки. Но очень огромную, небольшую, огромную значимость имеет и работа казаков-наставников, как мужчин. Мы действительно в режиме сотрудничества. Мы всегда говорим все, что думаем, и приходим к какому-то консенсусу. Решаем все. Решаем. Либо здесь, либо потом позднее записывают заместителя атамана, и все решается. Финал встречи. Руководство Анапского РКО вручило педагогам-наставникам методические материалы по воспитанию юных казачат. В них собран передовой опыт. На ближайший учебный год эти книги станут для учителей повседневной инструкцией. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Все увеличаем.